Ну что ж, ты почти на финишной прямой раз добрался до задания 32, письмо. Задание 32 представляет собой одно задание, в котором нужно написать ответное письмо своему другу по переписке, с которым ты уже давно держишь связь. На самом деле это задание проверяет не только твое умение сформулировать свою мысль и грамотно ее изложить, а также это задание проверяет твои знания, культуры людей, которые являются носителями другого языка и, соответственно, носителями другой культуры. Поэтому здесь на самом деле необходимо запомнить какие-то определенные вещи и в процессе написания, в процессе тренировки письма просто менять внутреннюю часть, потому что, по сути, письмо, само как и задание, самый формат, он довольно шаблонный. То есть достаточно запомнить вот эти рамки, в которых нужно оставаться и считай, что почти уже максимальное количество баллов у тебя есть. Единственное, чем нужно дополнить вот это почти, это тем, что нужно все правильно написать и выполнить задание. Сейчас давай чуть подробнее поговорим о требованиях, которые предъявляются к этому заданию. Итак, максимальное количество баллов, которые можно получить за письмо, это 10 баллов. Эти 10 баллов будут оцениваться по четырем критериям. Первый критерий, за которым можно получить 3 балла, является самым важным. Этот критерий называется решение коммуникативной задачи. Простыми словами, это то, насколько ты вообще понял, что от тебя хотят и ответил именно то, что тебя спрашивают. Этот критерий очень тесно связан со вторым критерием, К2, за которым можно получить 2 балла. Этот критерий называется логика. Под логикой имеется в виду, конечно же, правильное высказывание своей мысли, но здесь еще играет роль то, как именно высказана эта мысль. В частности, это касается предлогов и союзов, которые показывают причинно-следственную связь. И также организация текста, то есть это именно вот этот вот формат письма, как он должен выглядеть и какие шаблонные элементы там должны присутствовать. Критерий 3 касается языкового оформления, то есть то, насколько ты правильно написал предложение и как ты правильно подобрал слова в своем предложении. Ну и, конечно же, здесь также учитывается повторение, то есть насколько у тебя богатый язык. И последний критерий, критерий 4, но здесь нужно очень постараться, чтобы на нем провалиться. За него можно получить максимум 2 балла. И этот критерий называется орфография и пунктуация. Что касается пунктуации, в английском языке не так много правил, которые нужно запоминать по пунктуации, и особенно не так много правил, которые нужно запомнить в пунктуации раздела письмо. Однако, конечно же, все равно, видимо, в нервах, на экзамене иногда допускают пунктуационные ошибки. Что касается орфографии, здесь, конечно, нужно за собой следить, нужно подмечать, какие ошибки ты сам чаще всего совершаешь, и именно на них перепроверять свое письмо. Само задание выглядит следующим образом. У тебя есть отрывок письма, который присылает тебе твой друг по переписке, и это письмо написано на определенную тему. Как правило, опять же, это те темы, которые изучаются в школьном курсе, они связаны с развлечениями, хобби, спортом, здоровьем, питанием, путешествиями, работой и так далее. И в этом письме есть три вопроса, на которые тебе необходимо в ответном письме написать ответ. При этом очень важно, что ты не просто пишешь письмо, как действительно ты писал бы своему другу. Конечно же, это экзаменационные задания, поэтому большой вольности себе здесь дать нельзя. Здесь еще очень важно соблюдать объем высказывания. Объем у тебя обозначен также в самом задании, это 100-120 слов, то есть в этих рамках ты должен держаться и написать все свое письмо. Есть правило 10%, которое гласит, что можно нарушить объем на плюс-минус 10%, то есть беря самые широкие рамки, получается, что ты можешь написать минимум на 90 слов и максимум на 132. Я же все же рекомендую оставаться в рамках 100-120 слов, просто потому что иногда при подсчете бывает такое, что ты избиваешься или по невнимательности обсчитался, и это грозит очень нехорошими последствиями. Например, если ты напишешь на 89 слов письмо, твоя работа проверяться вообще не будет. За нее будет поставлен 0 баллов, и ты не сможешь никак получить хоть 1 балл за это задание. Если же ты написал, например, 133 слова и более, то эксперт будет очерчивать ровно 120 слов от твоего письма и проверять только тот объем, который входит в эти 120 слов. Чем это чревато? Это чревато тем, что ты точно потеряешь баллы в двух самых главных критериях, а именно решение коммуникативной задачи, то есть выполнение самого задания, ответы на все вопросы, и организация текста, потому что у тебя априори будет отсутствовать заключительная часть. И как я уже сказала, поскольку эти два критерия связаны, это значит в некоторых случаях, что теряя в одном критерии, ты вполне возможно потеряешь и во втором. Поэтому обязательно при подсчете слов считай все внимательно. О том, как именно нужно будет считать слова, мы поговорим позже. И старайся писать свой ответ в определенном объеме. В процессе подготовки можно посчитать сразу, сколько слов занимает вот эта вот шаблонная часть и понимать тогда, сколько слов у тебя остается на выполнении самой задачи. При написании личного письма также стоит помнить, что это личное письмо, а это значит, что стиль должен быть довольно личный, довольно такой разговорный. Но без, конечно, переусердствований. Что имеется в виду под стилем? В твоем письме обязательно должны присутствовать стяжательные формы, то есть это сокращение. Например, вместо того, чтобы написать it is, ты пишешь it's. Также сохранением стиля является замена общеупотребительных слов на более разговорные. Например, когда вместо слова children мы используем слово kids. Либо, например, вместо слова friend можно использовать слово fellow, которое часто используется в британских и американских сериалах. Ну, я не то что тебя призываю к этому, я просто даю пример. Также под такой стиль подходят слова gonna, wanna. Но, опять же, я не рекомендовала писать конкретно их, просто потому что можно посчитать, что ты, ну, уж очень переусердствуешь в стиле. Также еще особенностями стиля являются незаконченные предложения, вернее, неполные. То есть, например, когда просто у тебя стоит отдельное слово wow, really, seriously. Мы с тобой обратим внимание на такие слова-восклицания, как wow, really. Либо просто вот отдельно можно написать, например, amazing, как реакцию на какую-то новость, которую ты прочел в его письме. Продолжение следует...